Есть такая русская присказка Не довелось свинье небо увядать Не может свинья посмотреть на небо в силу конструкции ее загривка И ориентации только на то, что находится у нее прямо под ногами Где она роет там что-то, добывает себе пропитание Речь-то, конечно, не про свинью, а про человека Есть такие люди, которым не доводится вспомнить о том, что Над головой у них звездное небо И, как Кант писал, нравственный закон внутри, в душе Правильнее было бы сказать, что еще есть Бог в душе Нравственный закон возникает от этого Он не сам по себе зарождается Он тоже оттуда, от Создателя, от Спасителя, от Вселенной Но нас все-таки занимает Вселенная Когда мы пытаемся постигнуть в том числе и Божественный закон По которому эта Вселенная существует Отсюда и физика, и отсюда же и метафизика А еще есть политика, этика, поэтика И туда укладываются другие наши интересы, которые возникают тоже вроде бы самопроизвольно Но на самом деле они как будто как некий дар Тоже вроде бы самопроизвольно, но на самом деле они как будто как некий дар внушаются нам И поэтому даже самый такой тупой, раступой родитель о том, что у него, собственно, под ногами Иногда сядет, задумается И как будто вся Вселенная у него перед глазами, перед внутренним взором промелькнула Он ее не осмыслил и не уловил этого ощущения Но какое-то состояние задумчивости привело его в некую тревожность И это тоже говорит о том, что Господь Бог касается всех А все-таки речь о Вселенной, в которой мы живем Которую мы постигаем своими зрительными способностями Как писал Освальд Шпенглер, светомир окружает нас И мы через этот свет что-то опознаем Или даже то, что мы не можем увидеть Мы специально организуем такие устройства, которые усиливают то, что мы могли бы видеть Если бы имели большую чувствительность в нашей сетчатке Тем не менее, не видим их специальные устройства, физические приборы Позволяют нам что-то различить, обнаружить светомир в глубину Если это источники малой интенсивности А источники большой интенсивности нам непереносимы Не только потому, что мы на них не можем смотреть Но и потому, что мы жить рядом с ними не можем Эти источники мы как раз видим довольно далеко от себя, на звездном небе Зрительный анализатор является основным, главным Но мысль, например, это не зрительный анализатор И много чего такого есть в жизни, что мы постигаем не глазами А, например, размышлением или расчетом Элементы картины мира, научной картины мира Формируются у нас практически исключительно мыслительным процессом Теориями, идеями, гипотезами Возникает вопрос о трехмерности мира, в котором мы живем Умники, которые читают современные теории, начинают вспоминать про теорию струн Но, в общем-то, если соединить мысль о трехмерности и мысль о светом мире То можно понять, что трехмерный мир нас окружает на уровне нашего быта Поэтому ничего другого мы и помыслить не можем Самасштабно нашему телу все трехмерно Мы все можем ощупать Плоских вещей вокруг нас не существует Они просто слишком тонкие для нашего ощущения Все объемно И даже когда запускается космический аппарат Он облетает вокруг Земли И понятно, что Земля тоже не плоская, а объемная И когда Земля вращается вокруг Солнца Тоже мы понимаем, что и Солнце является объемным И звезды мы тоже понимаем, что имеют свой объем И по-разному отдалены от нас То есть мы видим глубину космоса Когда используем даже такие элементарные вещи Как метод параллакса, который был известен еще где-то 200 или даже 300 лет назад Когда с разрыва в полгода делаются фотографии звездного неба И можно увидеть, как звезды смещаются друг по отношению к другу Потому что они находятся на разной глубине Вот этот параллакс, можно заметить Он с точки зрения земного наблюдателя Не такой большой И поэтому можно промерить только расстояние до ближайших звезд Это примерно 4 световых года А космические аппараты, которые имеют более масштабную траекторию Могут передавать теперь уже изображения на Землю Вот этот базис, который на максимальное расстояние между двумя точками В которых находится наблюдатель Увеличивает многократно И, соответственно, глубину космоса мы можем просмотреть еще дальше И еще есть такой не очень точный метод Метод, связанный с тем, что звезды с определенным спектром Имеют, как предполагается, одинаковую яркость И, соответственно, если они на звездном небе при одинаковом спектре Имеют разную яркость То мы можем по закону обратного квадрата Высчитать расстояние до более дальней звезды Если мы до ближней звезды Промерили это расстояние другими методами Вот, например, методом параллакса То есть, в принципе, бинокулярное зрение позволяет Увидеть глубину Вселенной, которая вокруг нас Она объемна Но что это нам дает, на самом деле Если мы смотрим на все только с двух точек зрения Настоящей-то объемности мы не видим И не случайно в мифологии есть такие существа Например, в индийской или греческой мифологии В индийской мифологии Индра Когда проходил мимо богини любви Настолько был потрясен ее красотой И одновременно хотел сохранить невозмутимость Что у него все тело покрылось глазами Или есть, в греческой мифологии Есть Аргас Панопт Это тоже такой сказочный великан Или сказочный герой Который тоже был весь покрыт глазами И здесь, скорее всего, есть какие-то культурные параллели И связь между двумя культурами Прослеживается через этот персонаж То есть, на самом деле, множественность точек зрения Дает настоящую объемность Даже если мы отвлекаемся исключительно от света мира Две точки позволяют нам увидеть глубину Только как бы уплощенную глубину А настоящая глубина, конечно, требует множественности Точек зрения, рассмотрения Если мы хотим рассматривать предмет Мы его должны рассмотреть не с одной стороны А с многих сторон Повертеть перед собой То, что нам доступно для исследования ручного Это одна часть предметного мира А то, до чего мы докоснуться не можем Нам надо какие-то инструменты Которые со всех сторон осмотрят этот предмет Ну, например, обратную сторону Луны Я не случайно затеваю этот разговор Потому что передо мной книга Которая только что вышла И я приглашаю читателей Заказать ее либо в электронных магазинах Либо в издательстве «Книжный мир», которое ее выпустило Это вот эта книжка Первая часть там как раз открывается Именно группой этих вопросов Которые в дальнейшем приводят К каким-то более глубинным суждениям И одновременно к тому, что нам ближе и понятнее И то, что составляет тревогу наших дней Почему мы проваливаемся в темные века в том числе И потому, что не понимаем своего места во Вселенной И не очень интересуемся теперь уже Вселенной Это удел каких-то ученых или странных людей в правительстве Которые все это дело финансируют В надежде на какие-то прорывные технологии Которые будут получены Где-то мы найдем то ли философский камень То ли обнаружим какие-то сверхновые технологии Оставленные инопланетянами Вот эти странные надежды Продвигают финансирование космоса Космоса, астрономических исследований и так далее Вдруг найдем что-то такое Что обеспечит нам радикальное преимущество перед всеми остальными Эта глава называется «Мир природы» Где как раз вопрос начинается с многомерности Многомерно ли наше пространство или трехмерно? Актуально в бытовом смысле трехмерно Но что нам толку от того, что мы знаем, что Земля круглая Мы-то живем, можно сказать, на Земле плоской Мы ее считаем плоской Этого нам достаточно для жизни В том числе и для философствования И для профессиональной деятельности Ну разве что вот только некоторые профессии Весьма редкие вроде профессии космонавта Или того, кто рассчитывает траектории И строит космические летательные аппараты Вот для них, наверное, имеет значение, что Земля круглая Наша же жизнь проходит даже не в трехмерном А можно сказать, в двухмерном пространстве Чуть дальше вытянутой руки и мир плоский Мы ходим по плоскости Или по той поверхности, которая считается примерно плоской Мы не можем подпрыгнуть слишком высоко Не можем зарыться слишком глубоко в Землю И даже если мы имеем для этого землеройную машину Или самолет Это не значит, что мы далеко отрываемся от поверхности Земли Как, впрочем, и орбитальные станции Космические корабли, которые осваивают ближний космос вокруг Земли Тоже не слишком далеко отрываются от земной поверхности То есть на самом деле мы существуем в очень тонком слое Подавляющее большинство Конечно, не вырывается дальше, чем свой собственный рост Ну пусть плюс 2 метра Или если на каком-то очень высоком этаже человек живет Но, впрочем, там он никакой объемности не прослеживает И этим можно пренебречь То есть, в общем-то, мы живем в рамках своего роста От земли до макушки Вот тот слой, в котором мы существуем на поверхности Земли И, конечно, мы не всю поверхность Земли охватываем А наша траектория зачастую превращает нашу жизнь в одномерную Мы всегда идем по одному и тому же пути Как по лесной тропинке Мы не осваиваем всю плоскость Мы можем только ее осматривать, но мы ее не обходим И мы идем всегда по одной и той же траектории Даже если тропинка ветвится, все равно это одномерное движение А в то же время, если мы начинаем исследовать, например, мир человеческих взаимоотношений То требуются математические методы, связанные с обработкой данных в многомерном пространстве Простейший опросный лист, который предполагает 20 вопросов и, скажем, 3 или 5 видов ответов Это уже многомерная модель, которую надо упрощать для того, чтобы она все-таки была ближе к плоскости И ее можно было бы разглядеть В общем-то мы все видим как плоскость, только создаем для себя некую исследовательскую иллюзию Все равно сетчатка глаза плоская И все равно, когда мы рассматриваем какое-то изображение Мы убеждаем себя в том, что мы видим объемный мир А воспринимаем-то мы его все равно как несколько плоских картинок Несколько плоских картинок, анализируем их совместно И дают нам представление о глубине Также и социальная глубина возникает, когда мы рассматриваем многомерный мир Но для того, чтобы его, наш мозг был способен воспринимать Нам приходится приводить картинку к плоской Из того, что сказано, я делаю вывод, что трехмерность для человека – это его ближайший мир А все остальное превращается в модели То есть из научных моделей мы можем вынимать такие варианты действительности Которые позволяют исследовать этот мир Это могут быть одномерные модели Это могут быть многомерные модели Это могут быть странности вроде ленты Мебиуса У листа две стороны, но стоит ленточку перекрутить и склеить Иначе оказывается, что у листа, ну правда продемонстрированного в трехмерном пространстве Только одна сторона Это удивительно, еще аналог есть, бутылка клейна Это удивительная вещь, и вообще очень много удивительного есть при построении разных моделей И эти модели нас удивляют, и мы даже под эти модели начинаем искать в действительности Какие-то реальные объекты, с которыми можно было бы манипулировать И модели, которые строятся в результате, оказываются для нас полезными Все это мной говорится не для того, чтобы завлечь вот этот физический мир Удивительный, наверное, есть более интересные публикации Связанные с просвещением в области, скажем, физики, или химии, или каких-то других предметов В данном случае речь идет о том, что есть математика, которая развивает разнообразные модели Есть гипотезы в области физики, которые нам рассказывают, как устроена Вселенная и окружающий нас мир А есть наше бытовое восприятие всего этого И вот бытовое восприятие нам говорит об очень важном Если мы перестаем интересоваться математикой, математическими моделями Физическими гипотезами, физическими конструкциями, которые предлагаются нам как модель Вселенной Мы превращаемся вот в ту самую свинью, которой не довелось небо увидать Она не знает ничего о звездах и не хочет знать, и интересно что-то совершенно другое И это расчеловечивание, это значит, что миссия человека во Вселенной утрачивается Он перестает познавать Вселенную А это и есть его задача И только поэтому Творец Иисус дал человека, что с созданием человека Творение Вселенной закончилось Дальше она начинает самопознавать себя Она изменяется, естественно Процессы не затухают Где-то затухают, где-то наоборот становятся более бурными Вселенная изменяется, она пульсирует активностью Человек встроен в эту Вселенную как познающее начало Если это познающее начало утрачивается То смысл существования конкретного человека, конкретной цивилизации И человечество в целом исчезает И тогда, наверное, Творцу останется только заново придумывать вот это познающее начало Оживляющее Вселенную Именно эта главная социальная функция науки Она существует помимо всяких соображений практической пользы И при этом практическая польза приносится гораздо больше, чем, например, вложение в финансовые инструменты Которые прибыль приносят отдельным людям А всему человечеству наносят колоссальный ущерб Я бы сказал, что это два противостоящих начала Бессмысленность и беспощадность финансового мира И глубина творчества мира настоящей науки И социальная трансформация, которую мы чаем, но, скорее всего, она уже не получится И, видимо, цивилизация, которая нас окружает, исчезнет Это подавление всех финансовых инструментов И перекачивание и социального внимания, и статусов И вложенных денежных, материальных, духовных ресурсов в науку Если мы от олигархии перейдем к меритократии, то есть власти лучших То там, несомненно, роль науки будет совершенно иная, чем сейчас Когда есть фасадный какой-нибудь Сириус или фасадный объект Сколково Абсолютно бессмысленные и никому не нужные выдумки для профанов Собственно, они профанами созданы И созданы мошенниками, которые используют профанов, стоящих у власти Для того, чтобы показать им существование науки Хотя науки там, собственно, никакой нет И никаких откровений и открытий Мы не можем ждать от того, что создано ради того, чтобы обмануть Обмануть нас, профанов, которые смотрят телевизор Обмануть властвующих профанов И набить себе карманы Это все те же финансовые технологии, которые извращают любую область деятельности Которой бы они ни касались И заключая, скажу, что наше любопытство к Вселенной Противостоит алчности вот этих людей, которым не довелось небо увядать И которые этим вопросом никогда не заинтересуются Это противостояние гражданина и олигархии Нации и олигархии И наша задача состоит в том, чтобы олигархию подавить Нацию возродить И вот эту познающую функцию человека Поставить во главу угла нового общества Которое и будет иметь возможности неограниченного развития Которое сейчас утрачено полностью И мы видим, что цивилизация идет к закату Не допустить этого Задача политическая Будет ли она решена Зависит от нас Но, скорее всего, поскольку от нас уже очень много зависело И мы не смогли ничего сделать Кто-то всерьез хотел Кто-то желал лучше не смотреть на небо А смотреть себе под ноги Цивилизация рушится на наших глазах Вместе с нашим благосостоянием И катится в пропасть Вопрос лишь о том, удастся ли нашей цивилизации Передать последующей цивилизации Которая придет на смену когда-нибудь Может быть, через несколько столетий Хотя бы что-то из того, что нами постигнуто В нашей жизни духовной В нашей жизни материальной В науке, в понимании человека В понимании мира И создание вот этого Несгораемого остатка нашей цивилизации Может быть, ключевая задача Для тех, кто живет в наши дни Чего я и желаю всем ученым И всем любопытствующим о природе Познании, обществе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!